Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. Речи Господь ко пришедшим к нему Иудеям, аз есмь свет миру, ходя и по мне, не имать ходите во тьме, но имать свет животных. Реши же ему фарисеи, ты о себе всем свидетельствуешь, свидетельство твое несть истина, отвеча Иисус и речи им. Реши, аз свидетельствуешь о себе, истина есть свидетельство мое, яка вем, откуду приидох и кама иду, вы же невесте, откуду прихожду и кама гряду. Вы по плоти судите, аз же не сужду никому же, и аз же сужду аз, суд мой истинен есть, яка един несем, но аз и по славы мя Отец. И в законе же вашем писано есть, яка двою человеку свидетельство истина есть, аз есмь свидетельствуешь о мне самом, и свидетельствует о мне по славы мя Отец. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Христос воскресе, сегодня четверг, 7 мая. В этот день мы слышим с вами евангельское повествование от Иоанна, 8 глава, с 12 по 20 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Тогда фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина. И Иисус сказал им в ответ, если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я же не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе и свидетельствует о мне отец, пославший меня. Тогда сказали ему, где твой отец? Иисус отвечал, вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, слышим сегодня мы с вами. Итак, еще одна речь Христа, обращенная к народу, к фарисеям и книжникам. Еще один сложный, трудный отрывок для толкования и для понимания его. Но мы постараемся еще и еще раз обратиться к тому, что же, в общем-то, здесь для нас Господь произносит. Итак, вот этот представленный евангельский отрывок начинается с очень важных слов, на котором мы и сакцентируем наше внимание. Господь говорит, я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Итак, Господь сам называет себя светом, я есть свет миру. И в другом месте мы можем услышать в параллельном Евангелии, я есть свет, я есть путь и истина. То есть Господь, Он одновременно является и источником этого света, и тем, кто освещает этот путь и ведет нас по нему. И сам одновременно с этим является этим путем. То есть вот такая сложная схема, но она для нас оказывается очень простой. Потому что следуют дальше слова, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Потому что сам Христос является источником и подателем этой жизни. В этом с вами мы уже убедились, читая Священное Писание. Итак, я есть свет жизни. Быть последователем Христа значит повиноваться Господу целиком. То есть что это значит? И телом, и душой, и духом. И началом этого следования за Христом является хождение в свете. Помним с вами и такие слова Христа, что те, кто пребывает во грехе, во зле, и преступники, они боятся света. Потому что свет их обличает. Потому что на свету видны их нехорошие дела. И они прячутся от света. А вот следовать за Христом, это значит не бояться того, что этот свет будет в нашей жизни. И это первое условие, это вот как раз таки есть хождение в этом свете. Это значит не бояться, избавиться и очистить себя от греха. Хотя бы начнем с этого. В одиночку мы непременно идем на ощупь. Мы спотыкаемся. И многие проблемы, которые у нас возникают в жизни, мы попросту не в состоянии решить. Когда мы идем в одиночку, мы непременно заблудимся. Потому что у нас нет надежной карты жизни. Нам нужна что? Нам нужна небесная мудрость, чтобы пройти земной путь. И вот тот человек, у которого есть надежный проводник и точная карта, он обязательно благополучно дойдет до конца и достигнет той цели, к которой он стремится. И вот для нас Христос и есть вот тот надежный проводник, у которого и есть вот эта надежная карта жизни, которой он нас может вести. И следовать за ним означает пройти свою жизнь и войти в славу Божию. То есть вот о чем говорит нам Господь. Следуй за мной, не бойся. И следование за Христом является, скажем так, центральной темой вообще всего Священного Писания, всего Евангелия. Идти за Христом не бояться. Есть всего лишь две дороги. Это идти за Христом, либо идти в противоположную сторону. Это значит идти за кем-то другим. Идти и выполнять волю другого, противную волю Божией. Это значит идти не к жизни вечной, а к вечной погибели. И какой путь изберем мы с вами, это зависит от нас. Желаем ли мы быть с Богом? Желаем ли мы, чтобы этот свет, который может наполнить нашу жизнь, был в нас? Или же мы отказываемся от этого великого дара, который открывает нам Бог? Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме. Все мы ходим на ощупь. Но тот будет иметь свет жизни. Я есть путь и истина. И помните, с чего начинается Евангелие от Иоанна? Вот этот замечательный, знаменитый пролог, который читается в самый праздничный пасхальный день. И там говорится, что и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Тьма не смогла поглотить этот свет. Потому что этот свет и является жизнь. Сам источник жизни дает нам вот этот свет. И тема света в Евангелии от Иоанна является одной из ключевых и центральных тем. Свет противопоставлен тьме. Тьма это то состояние, состояние лишенности света. Как грех, состояние безблагодатное, состояние отстраненности от Бога. Далее, что говорит Господь? 16 стих. А если я сужу, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. То есть, Господь говорит, что у него есть второй свидетель, и этот второй свидетель является самим Богом, Отцом. Ну, величайшие слова он произносит здесь, и для иудеев это был еще один повод, еще и еще раз попросту разгневаться и схватить Христа. Итак, имя Мессии, свет, как об этом видели и учили фарисеи, не случайно Господь называет себя светом миру. Иди за этим светом, стремись к этому свету, исполни всю свою жизнь этим светом, и тогда ты никогда не будешь пребывать во тьме, и тьма никогда не обимет тебя, и тьма никогда не лишит тебя вот этого источника света и жизни. Вот к чему нас в сегодняшний день призывает Господь, чтобы мы шли за источником света и шли к жизни, если мы по-настоящему этого хотим, если мы не боимся исполнить волю Божию и быть настоящим христианином. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышали мы с вами, мы читали Евангелие от Иоанна, 8 главу, с 12 по 20 стих. А я с вами на этом сегодня прощаюсь, всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь.